В областном центре продолжается международный музыкальный фестиваль Белгород Мюзик Фест, Борислав Струлёв и Друзья. Сюрпризом для белгородцев стали выступления канадского пианиста Мэтта Херсковица и известного баяниста Айдара Гайнулина. На втором концертном дне побывала и наша съёмочная группа. Татьяна Красикова поделится впечатлениями. Эту композицию под названием Белгород Мюзик Фест Мэтт Херсковиц написал специально для Белгородского фестиваля. Она и открыла музыкальный праздник. Живой Оскар Питерсон, как называют Мэтта Херсковица в мире искусства, исполнил для белгородской публики свои джазовые аранжировки сочинений Баха, Шопена и Шумана. Я меняю темп, ритм, стиль. Мало кто этим занимается, есть люди, но... И это помогает больше людей привлечь к той или иной музыкальной теме великого композитора. Своеобразным открытием для зрителей стала импровизация Мэтта Херсковица и Бориса Струлёва на тему блюза, написанного митрополитом белгородским и староскольским Иоанном. Мэтт Херсковиц в своё время обучался у русского педагога Владимира Виардо. Быть может, поэтому русская тема не обошла стороной репертуар пианиста-виртуоза. В публике музыкант представил этюд Прокофьева, который за невероятную сложность называют местью композитора-пианистом. Херсковиц интерпретировал это произведение. Этот этюд невозможно сыграть. А он ещё сделает обработки сегодняшним музыкантом и сударником нашим и бас-гитаристом, контрабасистом в трио это будет. Мэтт Херсковиц не только пианист и аранжировщик, но ещё и композитор. Белгородцы услышали произведения, написанные для мюзикла «Белла. Краски любви» о жизни художника Марка Шагала и его жены. Ещё один гость фестиваля Айдар Гайнулин – баянист, известный во всём мире, обладатель бесчисленного количества международных наград и премий. Вторую часть концерта вместе с оркестром Мэтсу Мьюзик под управлением Натальи Боровик он открыл композиции танго для Клода Ришара Гальяно, исполняя её на аккордине – французском духовом инструменте. Тоже достаточно экзотический инструмент и очень редко используется здесь в России, особенно в сочетании с симфоническим оркестром. Гайнулин написал музыку ко многим известным фильмам. На концерте вместе с другими участниками фестиваля он исполнил мелодию из знаменитой эйфории Ивана Ворыпаева. На фестивале Айдар Гайнулин выступил и как вокалист. Память о Карузо в его исполнении восхитила публику. Белгородские меломаны в этот вечер покорились талантом гостей фестиваля. Такое увидеть в нашем городе – это просто замечательно. Мы очень довольны. Удивляет и восхищает профессионализм. Нам очень нравится. Концерт очень хороший. Тут даже нет слов. Один из самых лучших концертов, которые в последнее время тут были. Такие люди, конечно, это просто наперечёт по пальцам. Поэтому я очень рада, что попала сегодня на концерт. Гости второго фестивального дня удивили публику смешением стилей, импровизациями и новыми аранжировками классических сочинений. Но это ещё не всё. Музыкальное торжество продолжится в эту субботу. Публику услышит знаменитого скрипача Александра Маркова. Татьяна Красикова, Данил Андреев, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.